Токари приступили к изготовлению заготовки. Как деталь выглядит они могут представить только по чертежу. А дальше дело техники и мастерства. Деталь нестандартная и реального образца не имеет. Чтобы ее правильно сделать необходимо соблюсти более 30 различных размеров. Это диаметры резьбы и глубина вырезов. Для того чтобы ее сделать мастерам дается не более 2 часов 10 минут. Среди конкурсантов 12 лучших токарей с 7 промышленных предприятий области. Кроме профессионалов за звание лучшего боролись и 2 студента техникума. Для них это не только возможность выиграть приз, но и потренироваться на заводском оборудовании. Возможно на будущем месте работы. Учусь в Вологодской промышленно-технологической техникум. Нигде пока не работаю. Не выиграю, не расстроюсь, потому что они профессионалы. У них больше шансов на победу. У каждого участника разный опыт, но для конкурса это не имеет значения. Поэтому единственное послабление, которое позволили студентам техникума, возможность обратиться за советом к наставникам. В остальном все наравне с мастерами-разрядниками. Некоторые из них здесь уже не в первый раз. Уже не первый год сюда приезжаю. Интересно. Два раза третье место занимал. В том году пятое. Безопасность на первом месте. Ситуации на производстве могут случиться всякие. Организаторы предусмотрели все. На специальном столе есть даже таблетки от головы. Если участник очка, по технике безопасности требуются очки на очки. Вот у нас тоже можно это получить. Здесь запасные вспомогательные инструменты, которые, ну, ключи. Это уже относится к станку. Если станок остановился по какой-то причине, тогда нужно будет замену. Нужно будет использовать инструмент вспомогательный. Вот ключи, патроны. Кроме практики, токарей ждала и теоретическая часть. В тесте вопросы про специальные технологии и техника безопасности. Победитель конкурса получит премию в размере 40 тысяч рублей. Награждение приурочат ко дню машиностроителя. И оно состоится 26 сентября. Павел Громов, Алексей Романов. Новости Вологды.